Здравствуйте! В эфире информационная программа День республики в студии Чингис Тихонов. Глава Калмыкии Батухасиков принял участие в торжественном открытии в Элисте первого в России памятника бюста Героя России Евгению Зиничеву. Церемония открытия состоялась на территории регионального управления МЧС. В митинге также приняли участие семья погибшего генерала, замминистра МЧС России Андрей Гурович, представители органов власти республики и Министерства по чрезвычайным ситуациям страны. В своем выступлении руководитель республики Батухасиков отметил, что лично был знаком с Евгением Зиничевым. Мы его любили не только потому, что он истинный герой, не только потому, что он талантливый и прекрасный руководитель, а за то, что он открытый, теплый, очень мудрый, справедливый и настоящий человек, человек с большой буквы. Я думаю, что это подтверждено огромным количеством его поступков, его слов, его решений и действий. Напомню, Зиничев погиб в сентябре этого года в Норильске. Он спасал оператора, который во время съемки сорвался со скалы. Заминистр МЧС России Андрей Гурович отметил, что Евгений Николаевич погиб как герой. Символично, что именно в Калмыкии был открыт первый памятник, посвященный генералу. И я думаю, что не случайно именно в Калмыкии сегодня происходит это событие. Потому что в Великой Калмыкии всегда была, есть и будет непобедима. Все знают из истории, что самые лучшие войны – это те, которые родились здесь. Предприниматели из Калмыкии – лауреаты конкурса «100 лучших товаров России». Накануне состоялась торжественная церемония награждения участников. В этом году дипломы и почетные знаки «Отличник качества» получили два предпринимателя из Калмыкии. Оба конкурсанта прошли отбор в номинации «Продовольственные товары». Хорошего качества продукция представлена, выдвигались критерии по показателям безопасности, в первую очередь, чтобы продукция проходила, по показателям качества. У предприятия есть все соответствующие документы, продукция прошла испытания, органолептические показатели у продукции тоже очень хорошие. Победители конкурса закрепили за собой право маркировать свою продукцию знаком «100 лучших товаров России». Данный конкурс был нацелен на повышение престижа предпринимательской деятельности и статуса бизнесмена. Также он является своеобразной площадкой для обмена опытом и популяризации местной продукции. С Центром поддержки предпринимательства мы уже сотрудничаем практически в третий год. Второй, это был 2000 год, у нас очень плодотворный. Мы поучаствовали во многих программах, как взяли в аренду оборудование, улучшили свое предприятие. Также взяли деньги на оборотные средства, которые нам позволили увеличить как качество, так и количество нашей продукции. И как следствие такого года, 2021 год, он уже давал нам вот такие вот результаты. С начала года мы уже, сейчас если я вспомню, в нескольких конкурсах уже выиграли на региональном уровне. Сейчас конец этого года ознаменовался тем, что мы выиграли, вошли в сотню, в золотую сотню товаров России. Это очень большая такая почетная награда, которая дает право на этот значок, который будет на нашей упаковке говорить о том, что да, это качественная продукция, была оценена большим судейством. В этом плане это очень и очень хороший год, прошел для нас впереди большие планы. В заведениях общественного питания и листы провели антиковидные рейды. Межведомственные группы проверили, соблюдаются ли санитарные нормы, а также соблюдают ли посетители и персонал, введенный с начала декабря правила. Речь идет о системе QR-кодов. Слово Светлане Аджиевой. Главная цель этого рейда выяснить, готовы ли сотрудники проверять QR-коды у посетителей. К примеру, эта торговая точка прошла проверку. У сотрудницы есть возможность просканировать штрих-код. На входе в помещение имеются памятки и правила прохождения в кафе. Также в свободном доступе есть дезинфицирующие средства. А вот в следующем объекте QR-кода охранник у гостей не спросил. Их проверил только администратор зала. Она уточнила дату рождения и сверилась с данными госуслуг. К соблюдению санитарных норм здесь подошли ответственно. Руководство ведет не только журнал термометрии, выдачи масок и дезобработки поверхности. Для безопасности персонала и гостей установлены также рециркуляторы. Сами же сотрудники отмечают, что редко сталкиваются с недовольством при проверке QR-кодов. Все же большинство посетителей относятся к этому спокойно и с пониманием. Посетители реагируют вполне адекватно. У каждого посетителя наличие QR-кода проверено. То есть через камеру все, в срок действия. Всех все проверяем. А это уже следующий объект посещения. Менеджер ответила на все вопросы инспекторов, предоставила необходимую документацию. Однако проверяющие прошлись по залам и выборочено. Попросили некоторых посетителей представить сертификат о вакцинации еще раз. Важно было не на словах, а на деле удостовериться, что все гости привиты и требования в этом заведении действительно исполняются. По словам председателя административной комиссии номер один Республиканской службы финансово бюджетного контроля Иринсена Бурликова в ходе проверки никаких грубых нарушений не выявлено. Мы за сегодняшний вечер проверили 4 заведения, пункта общественного питания, где получается в каждом заведении уже организована проверка QR-кодов на в ходе. Получается замечаний пока нет никаких. Предприниматели справляются с данными. Подготовились, QR-коды показывают, где-то в ходе сложности нету с этим. Все справляются. Напомню, новые правила введены в регионе с 1 декабря. QR-коды нужны, чтобы попасть в рестораны, гостиницы, а также для посещения учреждений культуры, спорта и развлечения. Сертификат о вакцинации понадобится в салонах красоты, а также в объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью свыше 100 квадратных метров. Светлана Джиеват, Геляна Таштаева, Чирюбушаев, информационная программа «День республики». Учеными и сотрудниками Института комплексных исследований о рядных территориях выпущено учебно-методическое пособие основы противодействия экстремизму и терроризму для учащихся и студентов образовательных учреждений. В рамках круглого стола «Междисциплинарные подходы к профилактике экстремизма и идеологии терроризма» специалисты ИКИАД совместно с представителями образовательных, правоохранительных и назорных ведомств обсудили актуальную на сегодняшний день проблему, а также рекомендовали внедрить пособие в учебный процесс учащихся. Именно определенная нами целевая группа стала основой для структуры УМК. Объяснили, что такое экстремистские материалы, рассказали про федеральные списки и федеральные списки экстремистских материалов и рассказали про процесс блокировки интернет-страни, содержащих экстремистские материалы, то есть через Роскомнадзор, как проходит блокировка. Рассказали немножко про кибердружины и процесс их работы. Во второй главе мы уже непосредственно перешли к тому, что рассматривали угрозы, с которой могут встречаться наши школьники. Но учитывая их психонациональную подготовку, мы не говорили конкретно про экстремизм и терроризм, а вот такими обходными путями через викторийное единство разнообразия, направленное на протилактику межнациональных конфликтов. И третий у нас параграф посвящен опасности телефонного терроризма, как поступать нельзя. Очень часто бывает, что дети по незнанию хотят поиграться и сообщать о том, что где-то совершен террористический акт. Поговорили также про экстремистскую субкультуру АОЕ, почему она все-таки опасна. Иногда безобидный лайк, репост или комментарий в социальных сетях может обернуться уголовным наказанием, штрафом и даже реальным сроком, говорят представители правоохранительных органов. Родители не только должны объяснять, но и следить, какие сайты часто посещает их ребенок. Работа в сети интернет и в ВКонтакте, в Инстаграме, то есть во всех этих социальных сетях, не понимая всей ответственности, начинает искать, увидел стильную картинку черного флага с белыми иероглифами, условно говоря. Ему это понравилось, он не знал, запостил, тем самым уже создал определенный прецедент. Дети несут уже определенную ответственность, тем самым, что не просто он лайкнул, а еще вовлек, показал это другим. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом обещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV.Ростелекома и на официальном аккаунте в Инстаграме reacallum.ru На этом у меня все, всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова